Друзья, всем привет! С вами Вадим Иршемик. И в этом видео я расскажу вам и покажу на собственном примере, как выглядит перелет с маленькими детьми до двух лет. Потому что очень часто в своей практике я сталкиваюсь со страхами туристов в этом вопросе. Поэтому подписывайтесь обязательно на наш канал PSN Travel в YouTube. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых видео с важной для вас информацией. Пишите в комментариях под этим видео о вашем опыте в перелетах с маленькими детьми. И не забывайте ставить лайки. А также уже традиционно для подписчиков нашего канала мы разыграем пару подарков. Поэтому смотрите это видео до конца и вы узнаете, как выиграть подарок от канала PSN Travel. Друзья, в целом всю информацию, которую я расскажу и покажу в этом видео, будет касаться больше коротких перелетов. К примеру, в Турцию, Египет, Грецию, Объединенные Арабские Эмираты. А также любых других направлений, время перелета которых составляет от двух до пяти часов. Потому что на дальнемагистральных рейсах будут небольшие отличия. Итак, первое, что вам нужно знать, это то, что нужно вам будет взять с собой в дорогу. А также правила авиакомпании, с которой вы летите. У всех авиакомпаний есть небольшие отличия. Но в целом они выглядят таким образом. Значит, на каждого младенца в салоне можно бесплатно провести одну сумку с одеждой, туалетными принадлежностями, легкими игрушками и специальным питанием, которые могут понадобиться во время полета. У каждой авиакомпании свои ограничения по весу и габаритам к этой сумке. Поэтому этот вопрос индивидуальный и по каждой авиакомпании озвучивать в этом видео я не буду. Но в описании этого видео я оставлю ссылки на сайты основных авиакомпаний, где будут расписаны все эти нюансы. И еще можно взять одну небольшую детскую коляску. По коляске у нас есть отдельное видео на нашем канале PSN Travel. Ссылка на видео с коляской тоже будет в описании под этим видео. Итак, сейчас вы видите поведение нашей Катюши на взлете. На момент съемки этого видео ей было 7 месяцев. Как вы видите, она ведет и чувствуется абсолютно нормально. Ну и непосредственно сам взлет. Катюши на взлет. Катюши на взлет. друзья в этом фрагменте я специально оставил только звук который был в салоне самолета во время взлета чтобы вам было понятно что никаких неестественных звуков не было и никто не плакал и не кричал но вы также должны понимать что иногда бывают исключения и дети могут плакать во время перелета но тут опять все зависит не от ребенка от родителей этого ребенка а именно от того правильно ли они подготовились к перелету дальше за все время перелета у нас с дочкой было всего три вида занятий первое мы просто играли с ней поэтому друзья берите с собой обязательно игрушки и желательно новые потому что как правило новым игрушкам у детей больше интерес и они дольше ними играются следующее занятие это сон то есть она просто спала поэтому рекомендуем взять с собой пеленочку и небольшую специальную подушечку чтобы и вам было легче и вашему ребенку было спать комфортно и третье занятие это питание если ваш ребенок на грудном скарливание то тут вы и сами без меня лучше знаете как это сделать а если ваш ребенок на искусственном питании то естественно его вам просто нужно взять с собой вручную кладь и не забывайте поить вашего ребенка водичкой так как чаще всего в салоне самолета воздух сухой и может вызвать пересыхание в горле вашего ребенка и вызвать раздражение нехорошее настроение у вашего младенца если вашему ребенку нужно поменять подгузник то туалете есть специальный откидной пеленальный столик только лучше предварительно уточните у стюардессы в каком именно из всех туалетов находится этот столик поехали дальше сейчас вы видите поведение нашей катюши после того как самолет приземлился как видите друзья она отлично себя чувствует и в прекрасном настроении но чтобы избежать дискомфорта который возникает во время снижения высоты и вызывает спазм слуховой трубы желательно чтобы в это время ваш ребенок совершал глотательные движения другими словами нужно чтобы во время посадки ребенок либо кушал либо пил водичку друзья как вы видите нет никаких сложностей в перелетах с маленькими детьми до двух лет самое главное что вам нужно взять с собой так это хорошее настроение родителей и тогда ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно и отлично на любом перелете и напоследок как и обещал для тех кто досмотрит это видео до конца мы разыграем два подарка от канала psn travel это будут вот такие вот два монопода для селфи чтобы узнать детали вам нужно посмотреть мой комментарий под этим видео на этом все напоминаю еще раз чтобы вы подписывались на наш канал psn travel в ю тубе чтобы быть в курсе все и важные полезные для вас информации всем хорошего настроения удачных путешествий и до новых встреч пока пока